Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Далее коротко о главных темах. От восьми лет до пожизненного похитителям Михаила Седова предъявили обвинение. Сздесилась ли в России смертность от агрессивных форм рака и стала ли поддерживающая дорогостоящая терапия при онкозаболеваниях более доступной? Смотрите выпуски. Юбилей у сказки. Сегодня особая дата у Алтайского театра кукол. Итак, двум подозреваемым в разбойном нападении и убийстве Михаила Седова, которого дерзким образом похитили, предъявили обвинение. Статья убийства группой лиц по предварительному сговору. Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей. По версии следствия, вечером 2 октября мужчины, вступив в сговор с целью завладеть дорогим автомобилем, прибыли в гаражный кооператив на улице Малахова. Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее транспортное средство, они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаила Седова. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Статья, по которой предъявлено обвинение, предполагает от 8 лет до пожизненного заключения. Но вот тем временем в соцсетях появилась неподтвержденная информация об одном из фигурантов. Есть версия, что это 21-летний студент аграрного университета. Расследование дела продолжается. К другим темам. Прорывные методики лечения рака для многих жителей России, в том числе нашего края, остаются недоступными. Об этом рассказали участники Всероссийского семинара онкологов, который сегодня открылся в Барнауле. О том, когда современные способы борьбы с новообразованиями станут массовыми, в сюжете Валентина Аскеровой. Алтайский онкоцентр «Надежда». Лучшие специалисты по диагностике и лечению рака мягких тканей и опухолей кожи собрались здесь, чтобы обменяться опытом, обсудить ноу-хау по терапии редких злокачественных форм рака, среди которых саркома, меланома, ликоз и другие. Исключительно важным критерием при работе с опухолями мягких тканей является определение степени злокачественности. Потому что опухоли низкой степени злокачественности нечувствительны или крайне низко чувствительны к химио-лучевой терапии и должны подвергаться хирургическому лечению. Опухоли высокой степени злокачественности наоборот. При позднем выявлении агрессивных форм рака пациент рискует сгореть всего за несколько месяцев. Конечно, говорят врачи, медицина сейчас широко шагнула вперед. Так еще 20 лет назад смертность от лимфобластного ликоза была 90%. Сегодня 90% уже выживают. В целом ситуация лучше, чем была какое-то время назад. Если вы ставили давность смерти от рака, она ниже? Ниже, конечно. И это от нескольких причин зависит. Мало получать хорошее лечение, еще очень важно обеспечить правильное сопровождение пациента. Потому что смертность от осложнения лечения выше, чем смертность непосредственно от заболевания. Количество больных агрессивными формами рака в большинстве регионов России, к сожалению, растет год от года. Так, в Алтайском крае только саркому диагностируют в среднем у 70 жителей в год. Каждый из таких пациентов нуждается в своевременном и, главное, эффективном лечении. Передовые препараты и методы терапии уже есть, но они далеко не для всех, утверждают онкологи. Одни слишком дорогие, другие еще не запатентованы. В последнее время стали появляться препараты, их, наверное, может быть три и не более того, четыре, которые начинают отвечать всем требованиям, которые в настоящее время предъявляются для лечения таких сложных больных. Сколько недоступны для людей? Для жителей, понимаете, они сейчас практически недоступны для мирового сообщества, потому что это экспериментальные стены. Побороть агрессивные опухоли можно с помощью бесплатных процедур, но только на ранних этапах болезни. Но в этом проблема. Зачастую новое образование выявляют на третьей-четвертой стадии. А в таком случае медицина без дорогостоящего прорывного лечения бесполезна. Поэтому ведущие онкологи настоятельно рекомендуют заботиться о своем здоровье. Парентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Молодой учитель – формула успеха. Сегодня в Барнауле начал работу первый международный форум педагогов. На протяжении двух дней молодые опытные учителя обсудят проблемы, с которыми на первом этапе работы сталкивается начинающий специалист. Добавим к этому вопрос. Организаторы форума обращаются не впервые. В 2015 году провели конференцию среди учителей города и края. Тогда выяснилось, что молодым педагогам необходима площадка, на которой они смогут встречаться и обмениваться опытом. Конференция стала форумом, участие в котором принимают не только наши учителя, но и представители Казахстана, Америки и Китая. Проблемы адаптации, проблемы профессионального развития, проблемы, которые связаны во взаимоотношениях с родителями. Они обсуждают, выносят какое-то решение и продуктом их деятельности будет проект, который они будут представлять уже завтра на конкурсе. Сегодня в крае наградили детей героев, которые проявили мужество при спасении людей. Три алтайских школьника вовремя помогли утопающим. Подробности знает Александр Захаров. Дмитрий Немчинов и Максим Аксенов учатся в Бочкаревской средней школе Целинного района. Этим летом они купались на озере. Рядом с ними, с ребенком на плечах, плавал пожилой мужчина, который внезапно начал тонуть. Мальчишки, не раздумывая, бросились на помощь. Они подхватили тонущего мальчика и выплыли с ним на берег. Услышали, что начал ребенок плакать. Дима поймал, а я до берега тыщил. Еще один герой – восьмиклассник Максим Шептун из Биска. Его товарищ прыгнул в воду и долгое время не всплывал на поверхность. Первая мысль Максима – дружок шутит, но скорость стала понятна. Все гораздо серьезнее. 27 мая мы пошли на речку. Вдруг прыгнул в воду, получается, долго не всплывало. Секунд 20, наверное. Все, вытащили его. Вызвали скорую. Максим первым кинулся в воду, вытащил товарища на берег, сделал искусственное дыхание. Как оказалось, пострадавший товарищ ударился головой одной и повредил шею. Сейчас он идет на поправку. А юные спасатели заслужили медали Российского Союза спасателей за мужество в спасении. В ближайшее время героев мальчишек ждут в краевом отделении МЧС в детском технопарке. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости. Сразу 120 военных со всей страны сошлись в рукопашном бою в Барнауле. Сегодня в столице края дан старт масштабному турниру. Этапу Кубка страны на призы нашего земляка. Героя России Владимира Шаманова. За ходом первых баталий наблюдала наша съемочная группа. Разминка – неотъемлемый атрибут любого состязания. От того, как спортсмен проведет подготовку, нередко зависит успех самого поединка. Это один из этапов на пути к главному трофею Кубку страны по армейскому рукопашному бою. Барнаул в числе заключительных. До этого участники успели помериться с силами в целом ряде городов. Финал пройдет в Москве. Очень славится Барнаул любовью зрителей к этому виду спорта. А также проведением именно красивого, подготовленного по сценарию открытия, закрытия соревнований. Вот эти моменты, они красят всегда турнир. Ну и качество судейства такое, которое позволяет выявить сильнейших спортсменов. Ракетчики, десантники, танкисты, пехотинцы, разведчики, спецназ. Умение так драться для них не хобби, а часть профессии. Накануне только ценные призы, но и звание мастер спорта России. Атальский достойный, боятся очень. Тяжело бой сложился. Думал в концовку. Из-за концовки, думаю, победу. Провели сборы сначала в горах, затем уже дома. Во время одного из турниров отсеяли лучших. Это все они. Сборная команды края. Шансы на победу эксперты оценивают высоко. Многие говорят, сколько у вас раунд длится? Говоришь, три минуты, один раз. Всего лишь говорят. На самом деле, потом люди перестают так думать, потому что первое – это экипировка. То есть это жилет нагрудный, кимоно, тело плохо дышится, шлем также очень тяжело влияет. Поэтому очень тяжело на протяжении трех минут интенсивно работать. Сегодня только предварительные бои. На завтра запланированы финалы. Именно тогда и станет известно, кто из местных бойцов будет биться в главном поединке за честь Алтая, о которой они знают не понаслышке. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. В этом году главной площадкой праздника Алтайской зимовки станет Бирюзовая Катунь. Именно здесь. 1 декабря пройдут основные торжества, рассказали организаторы фестиваля во время пресс-конференции. О том, какие сюрпризы ждут гостей праздника и о развитии зимнего туризма в целом, расскажет Илья Кочетков. Зимовка отправляется в горы. Бирюзовую Катунь, место, которое у массового туриста ассоциируется с летним отдыхом, приспособят для другого сезона. Представитель Алтай-турцентра обещает, что снежная специфика будет обыграна по полной. Так часть территории будет представлять собой ледяной каток. Вы можете приехать со своими коньками, можете взять на прокат на площадке и в течение дня кататься, смотреть различные зоны, то есть быть довольно активными. Не ходить, не мерзнуть, а наоборот, по максимуму, быть в празднике. Также зрителям обещают ледяные горки, фотозоны с маламутами, концерты, угощения, многое другое. На искусственном озере пройдет чемпионат по зимнему плаванию, а в небе будут летать парапланы. Погреться гости смогут в специальных помещениях. Организаторы надеются, что переезд в зимовки поможет и развитию зимнего туризма. Ведь до сих пор значительная часть баз и отелей Алтайского района работала только летом и на Новый год. Туристов этих мы, что называется, потоком направляем. Главное их удержать. Поэтому многие, я надеюсь, просто будут открываться не на зимние и новогодние каникулы, а уже с 1 декабря. Традиционное продолжение фестиваля – выезды на Лебединое озеро. Уже известно, что 11 операторов края планируют организовать туры на зимовку. Всего в трех городах и шести районах региона пройдут почти 40 мероприятий. Организаторы рассчитывают, что в них примут участие не меньше 20 тысяч гостей. Илья Кочетков, Александр Андропов. Наши новости. Юбилей у сказки. Алтайский театр «Кукол» сегодня празднует свое 55-летие. Торжество проходит в формате вечера капустника, на который съехались кукловоды из разных регионов России. А накануне наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции в сказке и расспросировала артистов об истории Алтайского театра. На репетиции капустника для юбилея и сами кукловоды стали похожи на своих марионеток. Ведь перед гостями слово предстоит держать не куклам, а реальным людям, сотрудникам театра, многие из которых отдали сказки не один десяток лет. Первое упоминание о его появлении в Алтайском крае, конечно, это 1938 год. Но тогда это была некая группа из числа актеров других театров. Вместе с куклами они гастролировали по селам Алтайского края. А аромат выступления был эгид-бригадой. Через 30 лет начинается полномасштабная работа. Театр ставит постановки для взрослых, становится частью молодежной субкультуры. Полные залы собирают легенды о Тиле Улленшпигеле и Декамерон. Играть куклами, которые весили несколько килограммов, было крайне непросто. Сейчас большинство кукол легкие, трестевые. Самые тяжелые, как эта лиса, весят до 7 килограммов. Лидия Павлова работает в театре уже 40 лет. Уверяет, что за все эти годы ни одну куклу ни разу не уронила. Подопечных оберегают как могут. Здесь важна дисциплина. Здесь все стоят, идет спектакль, все актеры на сцене. Потому что вдруг упадет кукла, вдруг там что-то сломается. Все на подхвате, как говорят. Актеров сказки, отмечуя тактриса, всегда отличал. Недетский профессионализм. Позиции не сдают при любых обстоятельствах, даже не имея пока собственного дома. Впрочем, на юбилеи труппе пообещали подарить специально оборудованное здание не позднее сентября следующего года. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Приятная новость для любителей пушистых и хвостатых. Сегодня в Барнауле открылось первое кафе, завсегдатые которого кошки. Пока на территории учреждения семь хвостатых постояльцев. С ними могут свободно играть посетители и даже забрать себе домой. Найти хозяев для животных, кстати, главная цель владельцев нового кафе. Все питомцы проживают в приюте для животных. Когда вы заходите в котокафе, вы можете потом приехать в приют ласкому с ним сотрудничаем и забрать котика. Отметим, что подобные кафе не редкость для Москвы, Санкт-Петербурга или Новосибирска. Оплата в таких учреждениях зависит не только от стоимости перекуса, но и времени пребывания в кафе, где также можно смотреть кино, играть в приставки и настольные игры. Руководитель российской системы качества Максим Протасов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, что организация будет исследовать местные товары. Это позволит ряду алтайских производителей выйти на новые рынки. Единственная сеть в Алтайском крае, которая присоединилась к Всероссийской неделе качества, это торговая сеть АНИКС. Во всех 154 торговых точках выделены товары, получившие государственный знак качества. Сейчас это 32 товара. Стратегическая перспектива, стратегический выбор, будущее региональной розницы связано прежде всего с качественными товарами. Максим Протасов принял участие в дегустации алтайских медов, чая, сыра, колбас и фирменной выпечки. Познакомился с управляющей и сотрудниками магазина. Обсудил с директором торгового двора Юрием Никитиным стратегию развития, которую для себя выбрал АНИКС. Мы видим, что сеть АНИКС очень клиентоориентирована, во-первых. Во-вторых, мы видим, что эта сеть по-настоящему заботится о своих покупателях, и она рядом с ними. Сегодня является данностью то, что Алтайя по всей стране относится как к чему-то чистому, полезному, здоровому. Роскачество помогает подтвердить эту позицию своей независимой оценкой. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар». С алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае пасмурно, преимущественно без осадков. Около 0 градусов завтра ожидается в Заринске, Тальменке. Плюс 2 в Алейске, Кулунде. В Барнауле ночью до минус 7, днем плюс 1. Ветер юго-западный, умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи в эфире.